Приветствую вас, если ребенок живет дома, в квартире с родителями, то естественно понимают, что они его, ну, в общем-то, видели, они имели чужие люди, и он абсолютно не тесняется, при них ничего. И если раньше такая вещь происходила, то сейчас это просто по привычке, для мальчика нет ничего такого плохого и дурного в этом, просто потому что раньше на это реагировали абсолютно спокойно. Он думал, ну вот, взрослые это делают, а я не буду, потому что я еще ребенок, например. Значит, что в этой ситуации вам можно сделать? Вот, ну, наверное, на самом деле поговорить с ним и попросить его закрывать ванную комнату. Если, по вашему мнению, это так важно, если вам неприятно, некомфортно, то вы для начала ему объясните. Вы донесите до него эту мысль, что когда люди уходят в ванную комнату, да, они закрывают дверь, запирают их. А этот мальчик просто не понимает, да, что у него нет такого морального фактора, который бы позволял ему на этом заострять внимание. Там сразу же никто внимания на этом не заострял, а сейчас кто-то поменялся. Это поменялся для кого? Для вас. Не для него. Для него я не могу ничего поменяться, потому что он по своему осознанию остался тем же, кем был. А вот у вас восприятие изменилось. И да, я понимаю, что это абсолютно нормальное, абсолютно правильное желание, чтобы человек закрывал дверь. В ванной комнате. Но прежде всего, это нужно ребенку объяснить. Отсужая на ваш вопрос, значит, почему такое происходит, я надеюсь, достаточно подробно раскрыл ситуацию, сказав, что так сложился быт мальчика и его родителей. Возможно, родители просто не объяснили ему, не донесли до него это. Не показали ему, что так нужно делать не только им, но и ему. А делать с этим можно и нужно только одно – разговаривать. Разговаривать и приучать. То есть мальчик, вероятнее всего, будет забывать об этом. Он, вероятнее всего, не будет этого делать в первое время. Ну, ему нужно напоминать, просить, напоминать и просить, чтобы он это делал. И со временем он привыкнет. Со временем он привыкнет. Сейчас еще, возможно, достаточно легко в него эту привычку вселить, чтобы он делал то, что вы считаете нужным и правильным. Вот и все. Проблема не так серьезная, как он вам кажется, если нет никаких других отклонений в поведении мальчика и в его отношении к людям. Если только в этом, то это просто такое, знаете, небольшое отклонение от осознания себя, как взрослого человека и, возможно, отсутствие какого-либо обжавления от родных. То есть обычно в этом возрасте происходит отделение, да, а мальчик, вероятно, оно не произошло. Он очень сильно доверяет своим родным, тем людям, с которыми он живет. Вот и все. А если же есть другие симптомы ранного поведения, то данную ситуацию разбирать более подробно и уже тогда искать причины. Возможно, даже мальчику, самому мальчику стоит обратиться к детскому психологу для решения проблем непосредственно с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.